всем привет дорогие друзья сегодня хочу вам показать вам еще пару посылок который сегодня получил как видим здесь указано bluetooth наушники оценил продавец их в 10 долларов и сейчас посмотрим что они себя представляют сейчас мы распакуем в общем сразу перейдем к распаковке так друзья вот так вот выглядит у нас упаковка этих наушников довольно стильно солидно это у нас версия c то есть есть несколько версий этих наушников конкретно этой модели фирма он аудио как правильно называется он аудио bluetooth наушники гарантия типа 18 месяцев то есть это логотип обозначает что-то оригинальные такой голограмма здесь указано у нас сразу некоторая информация про эти наушники сопротивление 32 ома в режиме ожидания получается на 500 часов 3 часа заряжается и на 30 часов хватает слушать эти наушники bluetooth чип получается указан здесь тоже кому интересно потом что здесь еще интересно 500 миллиампер здесь стоит аккумулятор bluetooth версии 41 нормальные принципе тоже вот так вот сейчас мы распакуем когда первый раз получаешь такие наушники именно такой фирмы ожидаю что коробка будет гораздо больше но как видите коробочка в реальности намного компактнее чем кажется упаковка открывается немного замудрена но я думаю вы разберетесь сейчас мы вытянем его из коробки таким вот образом это отдельно коробка коробка в получается и сами наушники что нас здесь встречает как видим сразу есть комплектация шнурков сейчас мы к ним доберемся и вот такой вот наушники в чехле сразу хочу сказать что чехол здесь очень хорошего качества такого типа кожзама что ли мягенький приятный на ощупь очень удобный будет вам где-то в переноску это носить его в рюкзак где-то закинуть или еще куда-нибудь очень хорошо что есть чехол потому что часто бывают наушники без чехла приходят так сами наушники вообще просто шикарные как видите они раскладываются вообще в любые стороны то есть их можно гнуть как и вот так вот слаживать так и по сторонам крутить можно также опять же почти на 180 градусов переворачивать вот совсем другую сторону вообще принципе отличные наушники амбишуры шикарная просто амбишуры в общем просто не передать наверно словами но они очень мягкие я часто встречал амбишуры такого плана типа не чуть жесткие что после прослушивания какого-то время в музыке вас голова просто встречала от давления от этих амбишур они жесткие были какие-то они хоть и мягкие были но жесткие здесь же они вот такие просто я не знаю как передать они очень мягкие очень приятными с этими амбишурами можно долго долго слушать музыку то есть их можно держать на голове очень долгое время и голова вас будет вполне нормально себя чувствовать вот здесь как видим такое сделали типа как пластинки винила очень красиво смотрится на самом деле бренд такой вообще шикарно не реальности они выглядят просто изумительно также здесь есть металлическая вставка гофрированная которая по режима можно настраивать себя очень удобно также у нас что здесь еще есть давайте на одном ухе например у нас есть стоит micro usb разъем micro usb разъем позволяет заряжать это эти наушники с помощью там или повар банка например или с компьютера можно заряжать но в общем вы поняли на другом ухе у нас имеется 35 джек для наушников ну то есть для подключения к примеру или к смартфону или там я не знаю куда вы будете подключать можно компьютеру подключать опять же то есть можно сделать эти беспроводные наушники сделать как проводные и слушать через провод а можно без проводов слушать тоже также здесь вы имеется вот это вот отверстие сразу возле наушников это просто светодиодный индикатор который указывает, что они у вас включены. Сейчас я вот включу, например, зажимаете среднюю кнопку между ним и держите долго. Все. Звук прозвучал, они включились. Когда мигает, это просто они пытаются сопряжаться с чем-то подключиться, получается. Сейчас мы подключим их. А второе отверстие, которое здесь дальше идет, это уже микрофон. То есть с помощью этих наушников можно даже разговаривать по телефону. Я вот даже, когда, например, можно или принимать звонки спокойно, нажали и себе говорите. Очень хорошо себе ходите, например, не нужно даже доставать смартфон, вообще очень удобно. Собеседник очень хорошо вас слышит, то есть никаких проблем я не встречал. То есть собеседник говорил, что меня слышат очень хорошо, без всяких проблем. Так, давайте подключим его к смартфону. Так, звук прозвучал, пик. Индикатор просто начинает вот так вот редко мигать. Это значит, он работает. То есть уже не мигает красным-синим, просто синим редко мигает. Значит, они подключены, их можно уже слушать. Здесь также есть качелька громкости. Также можно выключать этой кнопкой, как долго держать ее. Ну, например, давайте включим что-нибудь. Сразу включим, послушаем, как она звучит. У меня, правда, музыки здесь не сильно есть на этом смартфоне. Сейчас что-нибудь попробуем включить. Звук давайте увеличим, к примеру. Так, походу, песня переключила. Не знаю, слышно вам, не слышно. В реальности они прям кричат. Даже даже не на голове. Вообще, просто прям кричат. Звук отличный. На самом деле, реально круто звучит. Я уже слушал, в принципе, такие наушники. У меня есть еще похожие, кстати, такие, а потом сделаю сравнение между ними, чем они отличаются. Здесь, кстати, еще сверху есть такая вот тоже амбишурка. Ну, точнее, такая вот вставка корлоновая тоже. Очень удобно. Мягенькая такая, классная. Здесь, как бы, сверху прошито. Очень красиво смотрится. Ну, видно, что бренд. Бренд, кстати, даже очень неплохой. За довольно дешевую цену. Точнее, они стоят около 30 долларов примерно. Но они реально свои денег стоят, поверьте. Здесь, скорее, можно отдать предпочтение, что здесь средние и высокие частоты больше. Баса здесь имеется. Их хватает, в принципе. Но преобладает, в основном, средние и высокие частоты. Отличные, в принципе, наушники. Очень громкие. Реально очень-очень громкие. То есть, их даже можно использовать при очень шумном каком-то помещении. Очень хорошо глушат вам окружающую среду. То есть, вы не слышите, что происходит вокруг вас. Вокруг вас, когда надеваете их и включаете музыку, они очень хорошо изолируют вас от остальных других посторонних звуков. Но вас другие могут, в принципе, слушать. Если вы возьмете, например, музыку на максимум, выключите, то вас окружающие, которые возле вас стоят, например, будут слушать, что вы слушаете, в принципе. Но это если на максимум. А в остальном они очень крутые. Так, давайте перейдем к комплектации. Что еще в комплекте у нас идет? Сейчас покажем. В комплекте какая-то еще бумаженция. Типа как просто сказали спасибо. В общем, также у нас идет вот такая вот прям книженция. Они здесь здоровые, такая толстая. Здесь несколько языков. В принципе, немецкий, английский, по-моему, китайский имеется. Ну, в общем, кому интересно, можете почитать. Здесь тоже написано версия C. OnStudio, OnAudioStudio, беспроводные наушники версии C. Также здесь имеется несколько кабелей. Это стандартный комплект, кстати, который идет с этими наушниками. Здесь имеется такой вот кабель с двух сторон 3.5 джек. То есть их можно подключать к наушникам и к смартфону вашему, например, или к компьютеру, или еще куда-нибудь вы можете подключать. То есть может сделать из ваших беспроводных наушников проводные. Но это тоже очень полезно, в принципе. Так, следующий кабель. Очень шикарный кабель, кому нужно профессиональный. Он длинный, довольно длинный. Здесь 3.5 джек имеется. Кстати, такая вот эта. Она вроде как и пластиковая, но такая рифленая, очень приятная. Но смотрится вообще шикарно, как дорого. Так вообще, не знаю, как сказать. Вот, но она хорошего качества. Очень хорошего качества чувствуется. Также имеется здесь такая вот пружиночка. Это хорошо, что продумали, то есть чтобы кабель не ломался. Здесь как бы вы уже поставили такую пружинку. Вообще шикарно. Потому что часто бывает, вообще про это даже не думают. Здесь это уже предусмотрено. Можно и беспокоиться. Также еще второй разъем, это у нас 6-ти миллиметровый. 3.5 и 6-ти миллиметровый. То есть если вам диджеевский пульт, например, там или еще куда-то, можно подключить. Этим разъемом спокойно можно пользоваться. Но здесь уже как бы предусмотрена вот такая вот от переломов прорезиненная штука. Так что тоже здесь все надежно. Спиральный кабель. Тоже очень хорошо, что сделали. Потому что, например, вы где-то куда-то отходите чуть дальше от пульта, к примеру. И, например, уже чувствуете, что эта спираль уже натягивается. Значит, дальше отходить не стоит. Потому что нужно порвать. Это как бы для страховки. Очень хороший надежный кабель. Он такой прорезиненный, очень приятный на ощупь. То есть его запутать очень сложно. Он всегда распутывается. Очень хорошо, в принципе, сделали, придумали. Ну и, соответственно, сам кабель для питания. То есть для подзарядки. Micro USB. USB. Стандартный. Ничего особого такого нет. Обычный кабель. Наушники, в принципе, около 10 метров. Держат от источника музыки, например. Вы подключаете к смартфону и можете где-то на 10 метров спокойно отходить от него. Будет нормально слушать музыку. Без проблем. Лично мне эти наушники очень понравились. Рекомендовать я их точно могу. Шикарные просто наушники за эти деньги. Так что спокойно можете брать, не раздумывая. 500 миллиампер батарейки это довольно много, потому что часто встречается 300 или 400. На 20 часов, типа, хватает. Здесь она довольно емкая. И здесь ее хватает довольно надолго. Здесь даже указано, что здесь комплектация какая, что здесь идет тоже, если кому нужна. Вот. Собственно. Ну, на этом, наверное, пока закончим. Кому что, кому понравилось, ставьте лайки, покупайте. Ссылку, где я ее купил, скину под видео, естественно, как всегда. Так что можете посмотреть сами цены. Кстати, там цена, цена бывает, уменьшается даже до 28, где-то вообще долларов. Так что, спокойно можно купить еще даже дешевле. Мученики шикарные. А пока, всем пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok